Глотаю эту пыль. Сколько можно так-то пыль? Меня заранее туда в гроб заводят, вот эта обстановка. Чистый горный воздух здесь давно поглотила густая пыль. По агравийной дороге впритык от жилых домов машины мчатся на большой скорости и беспрерывно это доставляет массу неудобств местным жителям. Везде, куда не пойти, вот она пыль, вот она пыль, везде и всюду. Посмотрите на виноград, на виноград посмотрите, он весь пили. Столько выращивали, столько делали, столько поливали, ухаживали, а есть не хочется, моешь, все равно пыль остается. По словам людей, здесь в день проезжают не менее 200 машин с туристами. Люди не то, чтобы против приезда гостей, даже напротив за, но хотят, чтобы власти, думая о туризме, не забывали и о проблемах коренных жителей. Туризм мы любим, туристов тоже любим, но пыль невозможна. Честное слово, я живу вот рядом с этой дорогой, вот первый дом у меня, первый дом. Невозможно дышать. Через село прокладывается путь к одному из важных туробъектов, к смотровой площадке, откуда открывается невероятный вид на Сулакский каньон. Здесь рядом же в лесу находятся и базы отдыха, куда массово съезжаются люди со всей страны и не только. И они отмечают, дорогу бы асфальтировать стоило. Ну и еще машина выручает, я в плане того, что пока на внедорожниках, может скоро на Ламборгини будем к вам ездить, дороги сделаете. Соответственно, дороги восстановятся, туризм попрет. Очень красиво здесь, очень шикарные места, красивые пейзажи, но немного хотелось бы получше дорогу, чтобы было комфортнее добираться до каньона, чтобы больше получать отдыха от дороги, от времяпровождения. Я здесь с супругом и мы привезли гостей с Москвы. Они тоже возмущены, что дороги нет. Трясемся сильно. У нас тут массаж просто. Я что хочу сказать, здесь неимоверно красиво, но подводит дорога, пусть прокладывает дорогу, если они хотят развивать туризм. В сельской администрации рассказывают, что несколько лет назад сюда даже приезжала правительственная делегация и обещала включить участок дороги в республиканскую программу. Однако теперь по непонятным причинам прокладывать асфальт к смотровой площадке будут, но по другому пути. Обычно большое количество людей ездят отсюда только. Но почему-то, я не знаю, начальство определило через Дилин и Гертма. Говорили, что будем делать эту дорогу первоначально, а теперь нас или кинули, или не знаю, как вам объяснить, мы уже на второй план. Если сравнить километраж, логичнее было бы ремонтировать дорогу к смотровой площадке через Хубар. Отсюда к Турабекту всего 13 километров, а через Дилин и Гертма около 18. Кроме того, транспортный поток по этому участку также сравнительно выше. Но Министерство транспорта Дагестана посчитало, цитата, наиболее эффективным с точки зрения развития туризма, а также муниципального района проложить асфальт по другому пути. По каким критериям определялась эта эффективность, в письме не сказано. Туризм это хорошо, но туризм и хорошие дороги еще лучше, учитывая тот факт, что о развитии отрасли у нас сейчас говорят все или почти все, не мешало бы заняться и созданием комфортных условий для приезжих, не забывая о комфорте и местного населения. Батимент Ханапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район.